Шалом, дорогие друзья, с вами Яков Штагин из Иерусалима. На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Лех-Леха о нашем великом отце Аврааме. Итак, хотел бы обратить внимание на очень-очень важный момент. Тора нам сообщает, что племянника Авраама, Лота, взяли в плен, его взяли в плен, чтобы вынудить, чтобы Авраам пошел на них войной, спасать своего племянника. Как же Авраам узнает, что Лота берут в плен? А ему об этом сообщает один из самых мистических персонажей в Торе, которого звали Ог. Ог был великаном. Ог жил еще во времена Ноаха, между Ноахом, Потопом и Авраамом 10 поколений. И тот самый Ог, который сообщил Аврааму, что Лота взяли в плен, он был живой еще в те времена. Он был огромным-огромным долгожителем, он жил сотни, а может быть даже тысячи лет. И этот великан Ог приходит к Аврааму и говорит, Авраам, Лота взяли в плен, иди его спасать. И Авраам спасает своего племянника. Зачем это сделал Ог? Зачем он пришел к Аврааму? А потому что пишет нам Раши, слова мудрецов, что Ог очень хотел жениться на Саре. А чтобы жениться на Саре, нужно, чтобы Авраам погиб. Чтобы Авраам погиб, его нужно послать на войну и взять себе в жены Сару. Для этого Ог сообщает о неприятности с Лотом, чтобы Авраама вынудить. Иди воюй, умирай, а я пока что женюсь на Саре. Вот такой вот коварный великан-долгожитель, который спасся из потопа вместе с Ноохом на Ковчеге. Хорошо. Очень интересно. Очень загадочно. Человек живет десятки-десятки поколений. Добавляет нам Тора, что в будущем, когда Муше будет ввести еврейский народ в землю Израиля, по слову Бога, то он будет воевать с этим Огом. И впервые Муше он боится. Муше не боялся фараона. Муше не боялся Сихона. Муше вообще никого никогда не боялся, кроме одного случая. Он боится Ога. Почему он боится этого великана Ога? А говорит нам Тора. Потому что Ог сообщил Аврааму важную для него информацию. И в заслугу этого, может быть, Всевышний поможет Огу. И Муше, когда идет на него войной, он боится, как я буду воевать с ним. У него же есть одна заслуга. Он помог Аврааму. Дорогие друзья. Во-первых, мы знаем, что Муше победил Ога. Не помогло ему вот эта вот заслуга. У Муше больше заповедей, больше заслуг. Он побеждает этого Ога. Но давайте обратим внимание. Ог сообщает Аврааму важную для него информацию, чтобы Авраам погиб, чтобы он женился на Саре. Но все-таки говорит нам Муше, я боюсь, он же помог. И эта заслуга может ему помочь в войне. Какая вообще заслуга? Он сообщает информацию, чтобы уничтожить Авраама. Но это не имеет значения. По факту он как-то помог Аврааму. Он как-то помог ему вот этой информацией, которая для него была сверхважная. И мотив был ужасный. Мотив Ога был отвратительный и коварный. Но все-таки он помог. И эта заповедь, этот поступок, каким-то образом мог защитить Ога. И Муше боится с ним воевать. Пока Всевышний не говорит, не бойся его. Не хватит ему этой заслуги. У вас больше заслуг. Иди на него войной. Ты победишь. Но Муше опасался. Дорогие друзья, маленькая такая заповедь сообщить Аврааму о том, что пленили Лота, заставила Муше бояться. Этот ужасный, коварный поступок хоть как-то мог ему помочь. А Муше Рабейну опасается. Говорят нам наши мудрецы, что Ог находился на ковчеге на этом большом корабле Ноха. Но что, когда Ноах хотел узнать, больше нету ли воды вокруг, закончился ли потоп, что он делает? Он посылает ворона, он посылает голубя. Идите, скажите, вода ушла или нет? Почему же Ноах не спросил Ога? Ог был великаном. Он сидел сверху на корабле Ноха. Можно было его спросить. Ог, скажи, вода ушла? Дождь идет? Можно выходить или нет? Но Ноах этого не сделал, потому что если бы Ог помог бы Ноху, у него была бы еще одна заслуга. И тогда Муше было бы сложнее с ним воевать. К чему я это все говорю? А я это говорю к тому, что здесь мы обязаны выучить, какая заслуга за каждое действие. Ноах не хочет спрашивать Ога про окончание потопа? Такая маленькая информация. Постучи ему в окошко. Ог, вода ушла? Он не хочет. Он не хочет давать ему эту заслугу, дать ему эту информацию. Моше Робейну боится Ога, потому что Ог дал информацию Аврааму. Он хотел его убить этой информацией. Но тем не менее он помог. Мы все с вами ежедневно делаем сотни хороших вещей. Мы помогаем бедным. Мы навещаем больных. Мы помогаем нашим женам. Жены помогают мужьям. Мы помогаем нашим детям. Мы отправляем бутерброд каждый день с ними в школу. Мы делаем с ними домашнее задание. Мы поддерживаем наших друзей. Мы молимся Богу. Мы соблюдаем шаббат. Мы делаем сотни заповедей каждый день. И если вот этот маленький ужасный поступок, который сделал Ог, сообщил Аврааму, чтобы тот умер, этот поступок заслуживает награды от Творца по законам мироздания, то какую же награду мы все с вами, дай Бог, получим в райском саду? Мы делаем сотни и сотни заповедей каждый день. Мы каждый день получаем огромные-огромные награды от Творца. И мы должны понимать, что каждое минимальное действие вознаграждается бесконечно. Какими счастливыми мы должны быть? Какое это счастье, что каждую секунду мы можем кому-то помочь выполнить заповедь и получить награду от Творца? И если уже Моше боится Ога, потому что Ог сделал что-то микроскопическое, потому что, ну, сколько награды за такой ужасный поступок, но все равно награда есть. Тем более, какую награду мы с вами получаем ежедневно? Какое же это счастье! Спасибо тебе, Творец, что дал нам возможность сделать заповеди, делать добро и получать награду. Важнейший урок из нашей недельной главы. Ог помог Аврааму, и теперь Моше, который знает всю Тору, самый близкий друг Бога, он его боится. У него уже есть какое-то минимальное благочестие. А какое же огромное благочестие есть у каждого из нас! Спасибо огромное за внимание! Шавуатов!